Благослови Души, Моя Господа 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 Я не знаю, Леонид Слачуслав, они с Кызаритом Кирсом? Да, да. Ну, с нашим безумки экспертозможными. Уже известно спасибо, кто говорит Кузьмин Павлик. А сколько лет? Да. Ну, а не за Кадык. После Крышки от Казарского. А вот Слава Владимировна. А для медиа с ним. А с ним? Сергей Гурманов. А где тебе, там, было маленькое? Ну, нормально, но не к чему ходить. Ну, я имею ввиду, что ты делаешь. Так, я тогда сейчас пару слов скажу. Скажи пару слов. Слажен тем среди подмосковных монастырей тем, что у них там полностью соблюдается тот устав, который на Афоне. И тем, кому лень ехать на Афоне, едут к ним и получают велеутешение. Женщины это не касается, потому что у них дело действует как на Афоне, а в Атон действует. Лень же туда не пускают, кроме одной женщины, но не часто. Отец Пантелеймон, выпускник Мехмата МГУ, кандидат в богословие. Мехмат МГУ для тех, кто не знает, это такое место, где учатся особо одаренные люди. Человек обычный там учиться не сможет, да и поступить не сможет. Последние годы, так как у издательства «Арфонграф» афилированного с преображенским скитом эксклюзивное право на издание «Наследие преподобного Парисия» на русском языке, где Отец Пантелеймон активно этим занимается. Ну, понятно, что приходится как-то адаптировать переводы юридического текста, ведь все дотации он тоже делает, все, что всю красоту наводит, в общем, от и до. И я думаю, что на сегодня у нас в России, да и в лице, наверное, нет человека, который лучше бы знал наследие и жизни преподобного Парисия Святогорода, чем Отец Пантелеймон. И вот сегодня он своими знаниями с нами, надеюсь, поделится и поделит нас на христианские труды и уходы. Ну, у меня пару слов про то, что перед тем, как говорить о том, как преподобного Парисия Святогорода, что, конечно, надо будет помолиться, и я просто предлагаю помолиться немножечко, примерно так, как молился сам преподобный Парисия. Немножечко помолюсь молиться к Иисусу, к Иисусу Богословию Пануки. Царю небес, не утешите души истинной, живездец и вися, исполняй сокровища, благих и жизни подателям приединися, вестинная и честная, всякие искриверные. И спаси блаженую душу, башню. Господи Иисусе Христе помилуй, Господи Иисусе Христе помилуй. Господи Иисус Христе помилуй меня. 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 издавать «О старце Паисии», и основной труд нашего издательства – это «Житие Паисии в Стогорце», которое было достойно в прошлом году премии на фонкрусе просвещения «Через книгу», как бы был лучшую духовно-простительскую книгу. И также у нас есть какой-то еще ряд других книжек про Афон, про афонских подвижников, про так называемый «Новый афонский Патерик», и еще «Канун Пасхи», «Толкование», и вот этот, там, вот ниже, как это успеет внести удар. Вот, и дальше, конечно, все рассказать «О старце Паисии» невозможно, что-то мы знаем, что-то от нас сокрыто. Конечно, сегодняшняя экскурсия по Болгограду, хотя я был в Болгограде еще когда был школьником, приезжал несколько лет назад, когда спровождал дары волхлов, которые привозили сюда в Болгоград, бывал в Бумаевом Кургане, на Панораме, Сталинградской битвы. Сегодня посещение этих мест тоже меня как-то особо тронуло, особо вдохновило, поразило. И, конечно, вот этот город воинской славы, конечно, производит свое сильное впечатление. И хотелось отчасти говорить, что преподавал Паисий, который служил в армии, для него вот его армейский опыт тоже был весьма немаловажным. И он в своей монашеской жизни тоже многократно возвращался к тем случаям, которые случались с ним во время его службы. И вообще говорил, что с таким сердцем, говорил, что если бы, ой, если бы, если бы в монашеской жизни хотя бы в той малой степени подорожала той ревности и тому подвигу, который был у меня во время военной службы, я бы стал святым. Ну вот, то есть такое было у него самоукорение. Но, наверное, начнем мы все-таки по порядку, постараемся именно на этих военных моментах в той степени задержать внимание. Вот так скажите, сколько у нас есть времени? У нас все время. До Божественной Терогии завтра утром? Да, в 8 часов. И преподавал Паисий родился в нынешней Турции. Это в 12 часов. А? В 12 часов, да? Преподавал Паисий родился в нынешней Турции и в местечке, которое называется Фаресы. И как раз вскоре после его рождения случилась называемая Малоазийская катастрофа. Это обмен между Турцией и Грецией населением, когда греки, проживавшие в Турции, переселялись в Алладу, а турки, бывшие на территории Греции, переселялись в Малую Азию. И это, конечно, было переселением бедных людей, у которых не было ни денег, ни особо пожитков. Было для них очень сложным. И вот такой приход старца Паисий в этот мир сопровождался уже такими большими испытаниями. Его крестили раньше 40-го дня. Крестил его преподобный Арсений Каппадокийский, который был священником, приходским священником и королем эту общину. И преподобный Арсений Каппадокийский во время крещения сказал, что он сам будет крестным. И в Греции есть традиция, что крестный нарекает его крестнику. И, несмотря на сопротивление родителей, он сказал, крещается раму Божий Арсений. Говорят, что пусть у нас с ним будет одно и то же имя, потому что у вас есть внуки, а я хочу, чтобы у меня был духовный внук. И вот преподобный Арсений, который всегда был такой путеводной звездой по жизни для старца Паисия, святогорца, его крестил со своим именем. И уже потом, в полущественной позже, старец Паисий уже гонял постер с именем Паисий. И во время плавания на корабле, в давке, толчее, один из матросов случайно наступил на нарожденного Арсения, который был запутан в какие-то дьявол и тряпки, чтобы не замерзнуть, его было не видно. И мать с огромным ужасом открывала эти пеленки, не понимая, что она жива или не жива своего ребенка. Однако малыш был жив, просто он пролетелся в один большой синяк. Но, тем не менее, он выжил. И его детство тоже было, с одной стороны, весьма трудным, а с другой стороны, он всегда, мальчик Арсений, всегда выделялся среди своих сверстников и такой крепостью, и жилистостью. Он бегал быстрее всех, и он со многими задачами всегда справлялся быстрее, был весьма сообразительным. И в какой-то момент, это его сообразительность, его тоже, и быстрота в нем разогревала тщеславие. А мама у него была очень мудрая и говорила, тебе хочется побегать? Побегай в нашем дворе. И тебе хочется посоревноваться с другими парнями и сказать, что ты быстрее не хочешь показать свое тщеславие? Не знаю. И от своей мамы, которая была очень мудрая, очень терпеливая, старец Паисий научился многим и другим добродетелям. У него семья была большая, было очень много сестер, и были братья. И старец Паисий когда-то, когда заметил, что вот, когда он что-то делает, у него что-то не получается, он это дело бросается, раздражает, и начинает с внутри себя ругаться, и он вспомнил, что мама от него поступала не так. Мама его, когда у него что-то не получалось, подло тарелку разговалась, и она говорила, благословенное имя Святой Троицы. И какое-нибудь другое прекрасное выражение божественное произносило, и вот таким образом она избегала всякого недоброго слова. И еще туда стоит отметить, что в Греции бранные слова, матерные слова, они очень часто содержатся между благохульством. И поэтому, когда читается какую-то поэзиная логовая Греция, вот брань имеет вот такое, то есть еще большее значение для верующего человека, чем здесь в России. И когда старец, юноша Арсений, он выделялся также и своей любовью к житиям святых. И мне удалось побывать в его доме, где он рос, это на северо-западе Греции, в городочке, который называется Конница, сохранился дом, принадлежавший его семье, и, собственно, какие-то родственники превратили его в музей, пускай туда людей, и сохранились маленькие книжечки, которые я очень любил читать будущий старец Паисий. Тоненькие-тоненькие жития святых, которые издавались в большой серии, и старец их с большим удовольствием читал, и читал, пересказывал своим сверстникам, пересказывал даже ребенку, который был старшим, всех собирал и пересказывал своим друзьям и Евангелие. И вдобавок старец Паисий отличается тем, что он то, что читал, он действительно старался воплощать в жизнь. Это было очень важным моментом во всей его биографии. И в какой-то момент он прочитал житие преподобного Давида Солумского. А преподобный Давид славится тем, что он жил на дереве. Здесь был под их столб нечисто, а преподобный Давид примерно таким же образом проводил всю свою жизнь на дереве, ветвях, на которых он устроил себе жилище, подвергая себя различным бурям и погодным переменам. И там он молился, и в какой-то степени преподобный Давид пытался подражать словам евангельским, что «Будьте как птицы небесные». Так вот, Паисий, прочитав про преподобного Давида Солумского, решил, что тоже обязательно будет жить на дереве. И забрался на дерево, и долго там сидел, потом в какой-то момент задремал, чуть не свалился, и решил, что, наверное, пока ранован. Другой момент был такой то, что молодой Арсений мальчиком сильно боялся кладбища. Ну, вполне естественный страх. И вычитав в книжке про то, что если ты чего-то боишься, в аскетической книжке, постараясь этот страх перебороть, или если ты боишься определенного места, перебороть, пойдя туда, пойдя на определенное время. Прочитав про каких-то людей-подподвижников, которые жили в пещерах, которые уходили в территорию и молились, Паисий также старался уходить из своего дома молиться, и сохранилась маленькая церковь, из великомучницы Варвары, где он молился, и потом уходил оттуда, грядался в пещерах от себя, на рухла аскета, и он просил, чтобы мама ему готовила только одно и то же. Какие-то насмешки в том числе и от своих родственников и сестер, сколько ты можешь строить из себя подвижнее. Но старец, он, на мере, не отступал. И сильное искушение, сильная брань, когда отверглись вот этим атеистическим течением, вот человек, который торговал книжками, и вроде как пользовался общим уважением как человек знающий, ученый, когда не было, и вот наука доказала, что все-все это лишь выдумок 11 лет, и он убежал. Он убежал в... И он молился до изнеможения, никакого знака не было, осуждать про то, что... Предположим, что есть его образы, и все-таки даже если это был не бог, а простый человек, то я готов его любить, советский парисей, увидел, как юного Паисия, оно сохранялось всю жизнь, и, да, если говорить о том, каким образом он читал книжки, вот в какой-то момент уже, когда он был монахом на святой горе Афон, он отправился в Криес для того, чтобы в столицу Афона, такой поселочек, где есть какие-то разные магазинчики, отправился купить рыбу. Обычное дело. И купил рыбу, и ему эту рыбу завернули, какой-то лист бумаги. Он вернулся в то место, где жил, рыбу отдал, чтобы ее приготовили, а на лист бумаги упал не взгляд, и он стал читать, что на нем написано. Это казалось, откуда-то выдранный лист, на котором было написано одно из асфетических поучений Олона Исаака Сирина. И Старец Паэси был настолько поражен глубиной этих слов, что он этот листочек высушил, берег в течение долгого времени, часто его перечитывал, и когда существенно позже, там не было подписано авторство, когда существенно позже он узнал, что это было на Исаак Сирин, он нашел книгу об Исаака, и ее неспешно прочитал. Она неспешно означает совсем неспешно. Он старался ее читать так, как всякий день прилагает к своей жизни то, что прочитывал. И на прочтение этой книги у него ушло несколько лет. Книжечка не толстая, но в ней такая глубина, что преподобный Паэси ее читал, он ее перечитывал, он делал из нее выписки и старался всячески ее прилагать к своей собственной жизни, конечно, аву Исаака довольно сложно прилагать к обычной мирской жизни, но все равно вот этот важный подход, когда человек, прочитав определенные слова, чувствует себя обязан поступать именно так, никак иначе, ценой своей крови, готов за эти слова, за исполнение этих слов бороться. И возвращаясь к юности Арсения, когда пришло, он не окончил школу, мог пойти, он окончил несколько классов, и когда ему предложили, что он может идти дальше учиться в образовательном науке, он сказал, «Нет, я хочу получить ремесло, для того, чтобы иметь возможность помогать своим родителям, помогать своим сестрам, хочу получить то благословенное ремесло, которым занимался стой праведный Иосиф, и которым был научен в бодрочке, соответственно, Господь, Иисус Христос, хочу быть плотником». И, учась на плотника, конечно, будущий старец тоже приобрел множеством полезных навыков, и с его трудолюбивыми, аккуратностью и тщательностью, конечно, он выполнял все свои работы, и потом ему это неоднократно пригодилось, это навыки плотнического мастерства. И дальше уже наступает как раз этот сложный военный период, когда сначала вторгаются на территорию Греции фашистские войска, Греция их отбивает, потом в Греции происходит свои разлады, начинается и война с одних греков с другими, то есть сложная и запутанная вся военная ситуация, в которую при редактировании, при издании книжки пришлось вникать, и что очень для меня было важно и значимо, то, что и в описании самого старца, и в том, как его последующие биографы смогли это написать, нет никакого осуждения ни одной из воюющих сторон, потому что идет рассказ на уровне обычных, преимущественно обычных рядовых солдат, и которые, каждый из них выполнял долг перед своей родиной, и здесь есть во всем этом описании понимание как раз человеческой, такого хитро расплетения человеческих судеб, и в какие-то моменты старец молодой Арсений убегал из своей деревни для того, чтобы принести хлеб военным, которые на эту деревню осаждали. Он сам старец не осуждал ни одной из своих сторон, ни одной из воюющих сторон, но при этом, конечно, участвовал в войне как честный воин со своей стороны. И еще перед тем, как его забрали в армию, он молился, свой любимый святой, одно из многих святых, святых любил, многие святые любили его, молился судовикам ученицы Варваре о том, чтобы, если его возьмут в армию, чтобы ему ни в коем случае не брать в руки оружие, ни в кого никогда не стрелять. И когда уже пришло время его распределения, его, конечно, должны были взять простым рядовым в обычную пехоту, как человек, не имеющий особого образования, крепкого, однако его выбрали и взяли в связисты. И его друзья его спрашивали, скажи, какой у тебя блат в генштабе? Почему тебя, такого человека без образования, взяли в связисты, куда берут только людей, которые хорошо образовывают? Он, старец Паэсси, конечно, понимал, что это ответственные комученицы Варвары, и вот когда его спрашивали, ну, когда его спрашивали, кто у тебя в генштабе, он считал Христос в генштабе. И потому что в генштабе, конечно, свой генштаб он считал царство небесное, и старался всячески об этом помнить. И множество сослуживцев были несемейными, молодой Арсений был, что это, неделал холостым, и он, когда-то надо было отправиться на какие-то опасные задания, и набирались или бедровольцы, или командир говорил, что ты, ты, ты пойдешь. Старец Паэсси всегда старался сделать так, что узнать, у кого из них есть семьи, и говорить, что если тебя убьют, то останется вдова и сирот. Если меня убьют, то ничего страшного не произойдет, поэтому давай лучше вместо тебя на эту операцию пойду я. И многие были за это благодарны. И в какой-то из других случаев старец Паэсси выкопал себе во время стрела выкопал себе маленький окопчик, в котором сидел, и приполз другой солдат, который говорит, подвинься, отпусти меня, а ты меня сейчас теперь пристрелит. Вот старец Паэсси потеснился, что-то у него там уже начало вылезать из этого окопчика, и вдруг как приполз еще третий солдат, который говорит, братцы, давайте, потеснитесь. И Паэсси ничего не оставалось, кроме как практически целиком выбраться из этого окопа, но он потом говорил, что лучше пусть меня на войне убьют, тем потом мне будет всю жизнь убивать моя собственная совесть. и пролетавший осколок чиркнул по голове старца Паэсси, сбив волосы, не задев кожу. И были другие истории, когда в Барсене стреляли с близкого расстояния, и поскольку Господь его хранил, ни одна из путь его не задела. И поэтому Господь хранил его как своего избранного и как человека отважного и говорит, что смерть боится тех, кто не боится ее. Важно для нас монахов в первую очередь, что Паэсси сравнивал монахов с радистами. Говорят, что монахи это радисты церкви. Представьте себе ситуацию, что отряд попал в окружение, и радист пьет ручку своей рации, ищет центр, центр, в окружении, квадрат такой-то, пришлите под ногу, центр не слышит. Говорят, бросай свою рацию, бери винтовку, давай отстреливаться. Ребята, я знаю свое дело. Круг начинает крутить ручку своей рации, кричать центр-центр, пришлите под ногу. И в какой-то момент ему удается до центра докричаться, приходит под ногу, прилетает авиация, и вместо того, чтобы сделать несколько выстрелов из винтовки, этот отдельный человек призывает богат такую крепкую помощь. Точно так же старец Паисия сравнивал их монахов с теми людьми, которым можно предъявить претензии, что они для мирской жизни бесполезны, что они не служат на приходах, что они не занимаются воспитанием детей, не занимаются преподаванием в каких-нибудь школах воскресных, однако для таких монастырских монахов задача основная это то, чтобы они призывали благословение Божие на тех, кто учится, на тех, кто учат, на тех, кто служит на приходах, на тех, кто к ним приходит, и помощи до приходу. И также старец Паисия сравнивал монахов с большими маяками. Что бывают фонари, которые светят на улице, они, конечно, нужны для того, чтобы пешеходы видели свою дорогу и могли идти не спотыкаться. Но для кораблей, которые будут в море, для тех, кто путешествует вдалеке, нужны маяки, которые стоят вдалеке, которые светят и указывают путь этим большим кораблем. И после окончания войны, еще важный был момент очень уже по окончании войны, когда происходило награждение. Приехал офицер для того, чтобы наградить воинов, которые отличились в боевых операциях, и назывался по фамилиям Варим Изнипидис. Павел старцев моего фамилии старцев Париси. Тут другой солдат выходит, получает награду, возвращается в строй. Все молчат, потому что все сослуживцы, во-первых, они шокированы, как мог поступить тот другой солдат, во-вторых, они понимают, что если они это откроют, то тому грозит довольно суровое меры наказания, молчит и старец Париси. И уже после того, как награждение закончилось, царь уехал, тот рядовой подходит и говорит, подходит к старцу Париси и говорит, я сам не понимаю, как это получилось, как я вообще на такое решил себе, как, что старец говорит, совершенно на него не обижаюсь, говорит, мне не нужно, все равно я на настырь пойду, что я на настырешке буду награды относить. Вот такое нежелание того, чтобы и любовь, на самом деле, которая проявлялась с его детства к такому жизни такой тихой, спокойной, скромной, и к которому отшельничество и отсутствие мирской славы, которую так любил старец Париси, в старце всю жизнь это стремление было. И он уже когда был известным монахом на Святой Горе Афон, когда к нему приходили, приходило множество людей, он молился Богородице и спрашивал разрешение уйти в тихое место, чтобы никто его не видел, никто о нем не знал, чтобы там он мог молиться о мире. И ответ ему был такой перед ним заключался в фразе из Порока Исаии «Утешайте моих людей, утешайте». И старец Париси понял, что свою любовь к Богу, любовь к безмолвию он должен соединять с любовью к миру, к страждущим и всех людей утешать. В то же время одновременно с ним на святой горе Афон жил и другой известный монах отец Ефрем Бутунакский, который молился все-таки, чтобы не было, чтобы восхищался старцем Паисием и удивлялся, как там удается совмещать пламенную молитву и нерассеянную пламенную молитву с приемом такого количества людей. И старец Ефрем спросил у Бога, что к нему хотя он тоже был пламенным молитвенником, к нему не приходило такое количество людей, живем тихо и в уединении. И вот такое стремление помочь вот эти два стремления, которые с одной стороны кажутся противоречащими друг дружке, а с другой стороны взаимосвязаны. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Про одного из великих отцов пустыни попадал на Арсений великий отцов есть такая история, что Арсений убегал от людей, иногда убегал в физическом смысле, когда кого-то видел, он в прикрыжку вносился в глубину пустыни, или когда кто-то к нему догонял, упадал на лицо и не поднимался, пока тот человек не уходил, говорил, что поверьте мне, братья, не могу быть одновременно и с Богом, и с вами. Видимо, преподом Паисе Стагорцев был дан особый дар от Бога, чтобы быть одновременно и с Богом, и с людьми. И люди, которые с ним общались, свидетельствуют о том, что иногда во время беседы с людьми старец и присутствовал и здесь, и в другом месте. Один из примеров такой, что он с кем-то беседовал о духовных проблемах этого человека и вдруг начал очень сильно переживать, стучать себе по коленкам и говорить, что вот сейчас в Америке страшное землетрясение и он как будто видел то, что там происходит и всклицал ох, этот мост, конец мосту настал. И вот своими духовными очами он это видел, переживал одновременно из-за тех людей, из-за человека, который сидел рядом с ними. И эта любовь к Богу, она конечно давала ему такой особый дар эти вещи. И понимать и переживать вот конечно безусловно эти две заповеди на которых позируется весь закон и пророки они тесно связаны потому что невозможно любить людей если ты не любишь Бога. Потому что невозможно если ты попытаешь это сделать всего своего сердца но лишь своими чайочками силами то скоро это силы иссякнут и ты поймешь что своими силами ты это сделать не можешь. только большая любовь к Богу она дает возможность крепко любить людей. из старца Парисия спрашивали Георгий расскажите откуда вы берете свои силы и не устаете ли вы молиться за людей на что старец Парисия отвечал что я не устаю молиться я на молитве получаю силу в молитве я не отдыхаю но после молитвы я имею силу и дальше общаться с людьми и он в какой-то момент он конечно убегал из своего небольшого своей калибы когда люди жаждущие его увидеть иногда перебирались через забор стучали в звоночек в колотушку при его двери и он от них куда-нибудь прятался уходил в соседние какие-то эти холмы но все равно он понимал что он должен открывать двери своей калибы и поэтому все суточное богослужение он старался совершить до того момента как он откроет двери своей калибы и начнет принимать пустители потому что он должен будет их принимать до самого последнего каждому оказывать полное внимание и он принимал пустители несмотря ни на какие свои болезни и еще одним из принципов жизни старца Паисия в Тогорце было то что старайся чужую боль сделать своей и тогда тебе будет о ней легче молиться и человеку окажешь утешение и особенно старец Паисий сопереживал людям у которых были у которых был рак и когда мы работали над книжкой сейчас скакну в самый самый конец она наверное тоже одна из самых важных аспектов вообще в жизни старца Паисия когда мы разбросили над книгой житие и трудно и радостно и как-то особым делом было переводить и редактировать последнюю главу последние несколько месяцев жизни старца Паисия когда старец тяжело заболел у него были болезни раньше но тяжело заболел и был бы нужным выехать с Афона лечился в конецинальной Греции и ему был поставлен диагноз рак и сложный момент был для нас когда мы разбирались ему приносят попробуем может быть найти это место когда приносят врачи диагноз рядом с ним присутствовала игумене небольшой обители женской создании в котором участвовал и ему потом помогало и обители возникло благодаря тому что будущие монахи стали донорами когда нужна была кровь и он говорил что я обязан вернуть свой долг и духовных опекать их кровь течет на их живых и принесли диагноз старец говорит матушка давай платок доставай платок и сцена с одной стороны кажущейся слезной а с другой стороны старец начинает очень сильно радоваться он радуется тому что исполнилось молитвы он молился о раковых больных и говорят что господи забери у них болезнь и отдаю и старец видя такое исполнение своих прошений и понимая что близится уже его исход из этой жизни он просит матушку говорит матушке доставай платок по той причине что множество праздничных танцев в Греции сопровождаются платком либо парышня держит в руках платок либо парышня с юношей держится за разные концы платка и это он приглашает матушку отнюдь не горевать предлагает ей возрадоваться и на этом в этой последней главе где описывается как старец претерпевал свою болезнь и старец видится о том что болезнь дала ему больше чем вся его предыдущая аскетическая жизнь что болезнь ему что одно дело когда ты предпринимаешь подвиги решившись на них самостоятельно и в этом возникает некоторая доля тщеславия а другое дело когда ты претерпеваешь мученичества никуда ты не можешь деться когда ты претерпеваешь те боли которые не снимаются никаким обезболивающим и да и старец собственно от обезболивающих отказывался и при этом он продолжал оставаться тем человеком к которому приходили сотни и тысячи людей и люди свидетельствовали о том что войдя в скромную маленькую комнатку когда он уже жил когда он был не больниц а уже жил при монастыре в Сурате они видели изнемогшего больного человека лежащего на кровати и практически не встанет подняться но видели что комната озарена светом не из окошек а светом от этого человека и через пять минут после беседы с таким человеком они выходили полностью забыв о всем грузе проблем с которыми они подходили к этой двери и старец Паисий умел и умеет утешать конечно всех приходящих к нему могилку в Греции постоянный поток людей и к нему до его наследия тоже эти беленькие там ослов которые в России уже разошлись уже на самом деле тиражом несколько миллионов экземпляров они тоже приносят огромное утешение и старец Паисий в какой-то момент он увидел приезжал в Гренцию с Афона и видел что приезжался в свое время монастырь и видел что ну то есть сестер начинает что-то за ним записывать он говорит так сестра покажи что ты там записываешь а то знаете понапишут всякого а потом скажут что старец сказал сестра дала ему свои тетрадочки и говорит старец посмотрел говорит что да все правильно записано так что давай продолжай записывать и сестры записывали его и на диктофон хотя старец очень не любил когда гости приезжавши к нему на фонд пытались его сфотографировать или записать на диктофон И в каких-то случаях было то, что человек долго побеседовал со старцем, заранее включил диктофон, в конце слышал, а та коробочка, что у тебя в сумке, она все равно ничего не записала. И он видел, что диктофон, проработав все это время, действительно ничего не зафиксировал. Но вот когда он приезжал в Сурати, с сердца его записывали, и из этих расшифровок получились на данный момент шесть томов, планируется еще и седьмой том, который будет о монашестве. И в этих томах, конечно, старец Полисерих присутствует своим искрометным юмором, показывает огромное количество. Я все это говорю не просто для того, чтобы вас повеселить, и то, что вы записываете, вы записываете не для того, чтобы записать. Я хочу, чтобы вы все это исполняли на день. Вот, но мне на самом деле хотелось бы понять, что вам интересно услышать про старца Поэсия. Потому что можно еще растекаться на стеклубе. Можем вопрос, да? Да, конечно. Вот вы сказали, что в жизни старца был такой эпизод с книготорговцем, но там. То есть был ли у него такой прям период какой-то вот сомнений в двери? И, кстати, по апологетам это и есть. Ну, это даже не столько апологета, ты, скорее, он, наверное, может, не точно сказал. Он сомневался в божестве. И старец Поэсий не пишет ничего о таком периоде своей жизни. То есть у него, видимо, не было такого внятного кризиса юношества, который... Ну, и вдобавок, ну, может быть, отчасти это можно связывать с тем, что им пришлось рано повзрослеть и рано начать зарабатывать на жизнь и помогать. И он, собственно, он откладывал время своего ухода на Афон отчасти по той причине, что ему хотел помочь своей сестре выйти замуж, собрать для нее какие-то деньги, хотел помочь и родителям. Но вот такого прям периода сомнений в двери нигде у него не описывается. У него, ну, вот какие-то были другие, наверное, существенно более сложные брани, которые... Старец Поэсий, некоторое время пожив на Афоне, он уехал, вернулся в Стомиан, где восстанавливал монастырь. А восстановив этот монастырь, он поехал и жил пару лет на Святой Синайской горе в Египте и жил там действительно как отшельник. И оттуда он должен был уйти лишь по той причине, что он уже не выдерживал по состоянию здоровья, он начинал задыхаться. Синай находится на высоте примерно 2500 метров над уровнем моря и уже там начинает сказываться. Это разрешенность воздуха, и старцу пришлось вернуться, спуститься, выйти. И там старец, он описывает, какое-то время пожив в монастыре Сто-Екатерины, он стал рваться на уединенную жизнь, и его отговаривали. Но старец все-таки решился, и запас 6-7 необходим, он пришел в Кельвистой Галактионной Эпистемии и провел там две недели. И он описывает это... Давайте все-таки лучше прямыми цитатами из текста. Описывает... Когда преподобный уходил из монастыря в Кельве, он сказал братьям, что спустятся через 15 дней. Те забеспокоились, потому что не знали никого, кто живет на Синае, один в пустынных местах. Кроме того, уже наступила зима, а зимой пустыня очень коварна. Днем палит солнце, а ночью бывает очень холодно, даже ниже нуля. Братья засомневались, сможет ли отец Паисий выдержать такие условия. А ты там выдержишь? Наверху спрашивали они. Буду просить Бога мне помочь. Смиренно ответил преподобный. Да и правда, разве там, куда он собрался, можно было выжить без помощи Божией? Не успел преподобным подняться в келью, как дьявол с невероятной силой обрушился на него. Первые четыре дня бесы не давали ему присесть. Крепко растянув его руки, в разные стороны, словно распяли на кресте. А душу преподобному при этом сдавило чувство полной богооставленности. Когда через четыре дня они его отпустили, он упал на землю, не в силу пошевелиться. Так навалились, что они чуть руки не оторвали, вспоминал потом преподобный. Такое искушение человеческими силами даже описать нельзя. Этим искушением дьявол старался подвести отца к Паисию к такому выводу. Если сейчас, в самом начале, я встречаюсь с таким искушением, то каких нападений мне ждать потом? Дьявол хотел, чтобы, приняв этот помысел, преподобный ушел из кельи. И действительно, ему очень хотелось вернуться в монастырь, но выстоял, сказав себе, с места не сдвинуться. Умру так умру. В келье он порой 15 дней, только после этого спустился в монастырь, как и запланировал в начале. А когда он спустился в монастырь и подошел к святому причастию, то увидел в протянутой лжице святые тайны, как тело и кровь. Причастившись, он почувствовал божественную сладость. Из глаз преподобного появились слезы благодарности, а сердце его преисполнуло с неизреченным радованием. Он чувствовал в себе великую силу и мощную божественную поддержку, словно Бог говорил ему, я с тобой ничего не бойся. События духовные укопил отца Паисия и дал ему столь сильное перезновение, что, выйдя после литургии из храма, и, видев вдалеке листой пестимии, он бросил дьявола. Вот сейчас, если хочешь, приходи, повоюем. Позже преподобный скажет, переломный момент настал тогда, когда я не уступил и сказал с места, не сдвинусь, умру так умру. После этого Бог пришел мне на помощь. А если бы я тогда сломался, то делал, потом просто гнал бы меня без остановки и добивал. Так что необходимо мужество. Те четверо суток я не переставал молиться, но бесы не уходили. Иногда желаю от человека подвига, Господь ставит его перед экзаменационной комиссией на этих экзаменах, становится понятно, как расположен человек, насколько он готов от себя отречься. Вот такое и целый ряд подобных сильных искушений был у старца Паисия, когда в какой-то момент у нас Синай, он был не в состоянии молиться, то есть молитва не шла совсем-совсем. И он сидел на обрыве и чувствовал, как рядом присутствует дьявол, и говорит ему, давай, забросись. А на что старец Паисия говорил, что, ну, то есть я все равно там бесполезно, молиться не могу, буду просто сидеть здесь на обрыве и болтать ногами. Да, ну и какое-то вот такое самокорение, смирение помогло ему эти все искушения пройти. И поэтому вот ставить других каких-то моментов такой вот богосланности в жизни я не помню, что бы описывать. Сказать, 10 вопросов. Маладин у меня есть, но он не знает, насколько он уместен. Хочешь, есть ли в творениях старца Паисия ответ на такую проблему, ну, по крайней мере, она есть в моей голове и в других головах, насколько я читаю. Есть ли аскезы для мирян? Потому что вот мы все последние там века, да, пользуемся аскезой монашеской. Есть ли такая вообще проблема, есть ли такая необходимость? Или все-таки эта проблема надумана, и есть одна вот монашеская аскеза, которую необходимо вот транслировать везде? Тест Сергей, я позволю себе вмешаться в этой вопросе. Что вы называете аскезой? Сам в широком смысле слова. Молитва. Ну, после молитвы, ну, пост, вот вы что, вы раз вы поститесь как монахи, нет? Молитесь как монахи, но мы их нарушаем как бы. А что вы нарушаете? Нет, когда мы говорим про пост, у монахов целожизненный пост, да, там, афонская традиция, русская традиция, там, не единее мясо и прочее. Про молитву то же самое. Есть монашеское правило кирейное. Вы его совершаете? То есть, а что вы нарушаете? Ну, я и говорю, да. Это вы их не трактуете, не соблюдение монашеского поста, не соблюдение монашеского тления правила, как грех какой-то? Нет, нет, не как грех. Я говорю, что вот, ну, когда люди приходят, говорят, я читаю там вот добротолюбие, и вот потом пытаюсь как-то жить. Люди приходят, да, и сказать, просто в храм. Я посчитал добротолюбие, вот храню помыслов, я помыслы не храню, что мне батюшка делает, как мне там вот жить? Или вот я вычислил там в добротолюбии, что нужно там ко всему относиться, быть в послушании, я вот теперь, у кого я должен быть в послушании, куда мне идти, к кому быть в послушании и так далее. То есть, есть какие-то моменты, у каждого человека они свои в жизни появляются, и люди пытаются цепляться за то, что у них есть, а у них есть по большому счету монашеские труды, и они их пытаются как-то к своей жизни применить. Мне кажется, что вот на эти вопросы ответы тот же самый переводчик добротолюбия уже дал свои сочинения все. Но... Но в процессе, что следует? По какому именно вопросу? По применимости? Применимости добротолюбия в жизни? Во-первых, он ведь все же выборки делает, он не все добротолюбия переводит, начнем с этого, да, то есть он суббомонашеские созерцательные главы там опускает, а ему не нужно. Какие-то он где-то редактирует тоже под такое самое милинское употребление. Потом то, что касается послушания, тут опять надо разделять, да, послушание административное, духовное, послушание старца, вот это все разное, это послушание. Одинаковое послушание. Самое особое. Вот. И... Ну, вообще говоря, я сейчас не хочу уходить на святого феотана, но если его читать, там на святого... Читал. Что именно читал? Да, но читал. Что именно читал? Ну, молитвы. И там монашество празднует довольно давно, я бы сейчас не смогу предпочитать, что духовная жизнь, как и вынесли. И следовали монашеским установлениям, да. Но аскеза, она... Все принципы, да, они... Как и Евангелие у нас одно, и для мирян и для монахов, так и принципы аскезы, они все тоже, собственно, общие, да. Он... Старец Паиси, конечно, говорил о необходимости молитвы, и необходимости поста. Он старался подвигать мирян к тому, чтобы они клади поклончики. Вот как-то... Вот как-то он... То есть, у старца Паиси, да, у него нет академического подхода, да. Он не выстраивает какую-то определенную систему. И к каждому человеку он относился... Как-то... С вниманием или как к уникальному, но вот какую-то общую картину... То есть... Можно вычинять общую картину из его творений, но... Конечно... Старец Паиси, какие-то общие моменты между жизнью монастырской и жизнью семейной он проводил. То есть, какие-то параллели, да. Он говорил, что вот из благоверенных юношей, детей, которые слушаются своих родителей, да, из них получаются хорошие монахи, именно потому что, в первую очередь, у них есть такой навык доброго послушания. И, соответственно, здесь, можно говорить, да, мирянская аскезия, внутрисемейная аскезия с течением воли, и в соблюдении постов он много с очень... с огромным трепетом отзывается о своих родителях, которые по постным дням брали с собой в поле антидор и вкушали его ближе к закату. То есть, это целый день проработать в Греции летом в поле, ничего не вкушая, ничего, видимо, даже без воды. Довольно суровый и аскетический поле, да. Ну вот, и там мы тоже это все... То есть, эти вещи, традиции, монашеские традиции, Семьянские, они во многом, видимо, переплетались. Прямо такого прямого ответа на то... Это не совсем удачный пример, потому что наши братья средних республик, которые священными из Трамадона попадают на контиюры, они не то, что иммунитет добрый, да, они там вот будут и делают это не два раза в неделю, среди пятнадцати, а делают в течение всего этого месяца. Немного. Ну, это так, потому что у греков прослеживаются турецкие корни, и... Шутка. 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 Прости. Да, хуйн держался. Нет, ну, ты на Афоне, на самом деле, вот, да и на Руси тоже эти вещи, они, ну, вот, влияние, конечно, и афонская, и монаш... там, афонская монашеская, просто монашеская традиция тоже сильно, потому что, ну, вот, если почитать воспоминания иностранцев, которые приезжали в Россию великим постом, они чуть-чуть не умирали, эти дорогие гости Руси, потому что, вот, собственно, еды никакой не дают, заставляют направиться в холодную церковь, класть там огромное количество поклонов, и вот это благочестие, которое... Вот, или же, если вспомнить откровенные рассказы странника «Смун духовному отцу», то есть такую книгу, которую можно читать, поэмой восходящей молитвы Иисусова, вопрос в том, что вот повествователь, главный герой этой книги, рассказывает о том, каким образом они с супругой жили, что они клали в день по тысяче поклонов, до того, как он отправился странствовать. И... Здесь... То есть этими моментами... Вот... Ну, мне... Ну, не знаю, если мое мнение интересно, я просто не очень могу понять, не очень могу вспомнить, на что именно у старца поесть, а можно сослаться. Он... Вот... Вот... Помню благочестие, благочестивые порядки в своей семье, конечно, он призывал вот и греков стараться подражать такой строгости в своей духовной жизни. Но вопрос не столько... Ну, как и в монастыре, да, могут быть монахи немощные, которому происходит ослабление поста. А вот вопрос в том, что везде необходимо соблюдать определенную меру. И вот... То есть аскеза, она... Ее принципы, они везде одинаковые, как в миру, так и в монастыре. Просто главное, чтобы у тебя был правильный мудрый духовник, который тебе подскажет, до какой меры тебе это все полезно. Как и большинство абсолютных святых, с подобной поэсией, не излагал систематически своего коллектива. Ну, поэтому... Специалистов поздавали, просто скомпинировали все. Да, и она всегда индивидуальная, очень сильная. Человек приходит, спрашивает. Ну, и как его делать? Конкретному человеку какая-то... Да, конкретному человеку на самом деле какие-то конкретные вещи, да, и вот кому-то в большей степени советовал пост, кому-то поклоны. Здесь... общего правила, наверное, сложно вывести. Это не означает, если он десяти людям посоветовал поститься, это не означает, что бы посоветовали бы нам так делать. Ну, вам точно, по сравнению с светлым. Да. Ну да. Это просто в контексте Игумина Петра, Мещанинова, который Тарстегина переводит, переводил, 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 первые годы переводить. Что он переводит? Есть такой казистанский пастор, Тарстегин. Я не знаю, куда я его не правильно ставил. И он... Жителей Заполярья, чтобы они питались аниме финиками. Ну да, но это вот... Бабушки ищут до сих пор. Игумина, вот я от собственного примера скажу, что вот в июне, когда я сюда приехал, не было проблемой здесь питаться на черешне. Ну да. Это не проблема сексуально, потому что жарко, и... Её походу. Да. Нет, потому что жарко. Это совсем не то же самое, что в Москве питаться на черешне. Сибиряки не могут тут жить, они продолжают есть там всякую жирную пищу, и им не очень комфортно потом по здоровью. А там они себя прекрасно чувствовали, или в Сибири, потому что там только так можно быть. Очень жирная, калорийная пища, много, много, много. И вот, кстати, благодаря этому обратил внимание, здесь почти нет полных людей, если только нарушение обменове веществ. А вот так вот, чтобы винишник был. Не потому, что они голодают здесь, а потому, что это из-за жары, как только сложился рацион. При этом в Греции, которая ещё теплее, там, не было. У старца Паэссия не было уже систематического пасмурского казаха? Не было. Это отнюдь не мешало ему быть приятным таким? Ну вот он, у него, мне всегда хочется сравнивать его с, по-моему, обросим оптинским, которого, то есть у старца Паэссия очень такой лёгкий и образный язык. У старца Паэссия очень такой лёгкий, образный язык. Да, ну вот, всё равно, по-моему, обросим, он преимущественно известен по его этим коротким, да шуточкам, прибаводочкам, да. Старец Паэссий, его местами очень сложно переводить, потому что вот он играется на созвучии слов, вот, говорит, что у тебя уныние, Амелия, от того, что ты мёда не вкусил, Мелий, вот, и какие-то вот похожие вещи, где-то удавалось поймать эти самые параллели и их как-то обыграть, вот, и старец просто был, вот, ну, у него очень такой живой ум, и очень, такой, и пытливый, и вот, внутренняя энергичность, которая вот, просто, переплещет через край, и поэтому ему, находил огромное количество самых разных аналогий, он говорит о том, что иногда, нам сложно начать молиться, да, иногда, потом там, как нам бывает сложно, завести двигатель, по той причине, что масло в нём, в двигателях, уже, холодное, загустевшее, поэтому, двигатель не хочет заводиться, но если мы сделаем какое-то качественное поклончик, разогреет наш двигатель, это заведётся, и нам будет, мы тогда, сможем уже, существенно легче молиться, вот, какие-то, моменты, это, да, то, что он, среди сравнения, опять-таки, со своей, воинской, жизнью, или, он говорит, что, бывают, да, какие-то примеры он приводил из своего опыта столярничества, говорил, что бывают люди, у которых очень сильная воля, и они похожи на крепкое и узловатое дерево, которые сложно обрабатывать, но потом, если ты из него что-то сделаешь, если ты его правильно приложишь, оно будет очень долго и хорошо служить, вот, так и люди с сильной волей, они тяжело поддаются, вот, в работе, ну, с ними пастырей, но зато, вот, может, долго и радовать. Владыка Феоност, Сергей Масадский, наместник Сергея Лаврова, часто использует такую фразу, что, операция имеет смысл только на то, что оказывает сопротивление. Да, давайте еще вопрос. Еще вопрос. А расскажите об учителя, вот, кто был его духовный руководитель? Как он указывает? Ну, как это? Он, во-первых, он с огромной любовью отзывается о преподаванном Арсении Кападокийском, и какие-то примеры из его жизни старается применять, потому что, вот, что, то есть, какой-то опыт общения у него было самого, многое потом он узнавал о преподаванном Арсении, своим крестном, вот, односельчан собирал истории, и в итоге подготовил книжку, и на основании собранных им чудес, на основании собранных им свидетельств, произошла канонизация преподаванного Арсении Кападокийского, и еще до канонизации сам старец Поэсии обретал его честные мощи. И вот это, это покровительство, это постоянное обращение к молитвенному преподаванному Арсению, он всегда ему молился, и также вот в житии, в шестом томе «Слово старца Поэсия» есть его подпись на обратной стороне, по-моему, на обратной стороне фотографии, где сам старец стоит возле ковчежица с главой Арсения, и там преподаванной Поэсии говорит, что «Отче мой, отче мой, помолись во мне, потому что без твоей помощи моя молитва будет», дальше ставится значок из как бы радистского обихода «Сплошные помехи», «Ноль», помню, только по мне, и был преподаванным Арсением и являлся, и какие-то давал ему, как-то духовно употреблял в разные важные моменты его жизни. Также очень сильное влияние на старца Поэсия оказал старец Тихон Галенков, монах, который был на Афоне, русский, пришедший туда и не очень хорошо знавший греческий, живший в Уединенный Керин Капсаре, и занимавшийся написанием практически только одного образа, то есть он писал снятие Христа и положение во гроб, и этот, когда писал этот образ, старец Тихон обливался слезами и заказчики его торопили всякий раз, старец, все это занимало много времени, и старец Тихон очень любил монаха Поэсия, и его встречалась любовь, и какое-то время отец Поэсий жил вместе со старцем Тихоном, и имел счастье петь на тех литургиях, которые служил старец Тихон, а литургии эти могли затягиваться, потому что старцы поэли, то есть отец Тихон говорил, что вот пой из-за двери, и если я буду молчать, не входи, не беспокой меня. И в какие-то моменты ставится, ставится поэсий, монах Поэсий начинал петь хирургинскую песню, попел и один раз, слышишь, что отец Тихона не выходит на Великий Вход, попел и второй раз, попел и третий раз, и в какой-то момент просто там умолкал, сидел там за дверью, слушал, как старец Тихон выйдет, а старец Тихон пребывал в молитве, и вот в какой-то момент вот он таки слышал Великий Вход, монах Поэсий продолжил петь, на юфоритическом каноне тоже отец Тихон мог надолго умолкнуть, пребывая в сверцании каких-то небесных видений, таинств, и вот будущее очень простым по складу характера, любвеобильным и таким коротким отец Тихон, конечно, оказал большое влияние на монах Поэсия, по-видимому, как мне кажется, поучение старца Поэсия о том, что поклоны надо делать, земные поклоны надо делать в полной мере, потому что в Греции практика такая, что земной поклон дотянулся кулачками до земли, немножечко прогнулся, и вот обратно воспринимаешься. Скорее всего, старца Тихона отец старец попал на Поэси, перенял такую русскую практику, что земной поклон значит, полное поклонение до земли. Насчет поясных старец Поэси поддерживался греческой практики. Он говорил, что когда делаешь поясные поклоны, стоит дотягиваться рукой до колена. и он так совершил огромное количество таких поклонов, он говорил, что когда у меня немеет правая рука, я не могу ей больше креститься. Я совершил окрестное знамение левой. Наверное, при таком количестве поклонов разумно допустимо их делать вот эти может уменьшить. Можно ли тоже вопрос нахожать? Вот здесь ответ простой. Все зависит от того, как скажет духовник. У нас с отцом поделима, но просто 10 лет уже сполна эту тему. Ну, да. Греческие или наши? Может, у меня тоже вопрос в контексте? Да, два, да? Но они уже близкие. Во-первых, в самом начале вы говорили, что по-моему, вы старцы, да? Формула, которую вы читали, это формула, скажем, без ставки Сыне Божьего. Скажем так, самая добродолюбия, там есть разные святые отцы, которые разные употребляют. Это современная афонская практика. Современная афонская практика. Ну, вот она отчасти восходит, но она имеет и древние корни, и она отчасти оправдывается отсылкой на слова апостола Павла, что лучше пять слов сказать. ну, буквально, да? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Пять слов. Ну, такая пятисловная Иисусу молитва, в каких-то древних, по-моему, вопрос-ответах Барсонов и Иоанна, есть тоже различные варианты сокращения молитвы, когда он уже умолок, который сильно болеет, ну, старайся произносить молитву целиком, старайся, не можешь ее творить просто уме, старайся произносить устами, не можешь произносить ее в полную, да, вот ее сокращает, там, ну, есть, есть, есть различные вопросы, но здесь это все, опять-таки, да, это все вопрос того, что эти моменты, да, это все в большей степени надо черпать не из книжек, а из какой-то живой практики, из, ну, ты, вот то, что касается молитвы Иисуса, да, хорошо и правильно молиться так, как тебя в этом направляет твой духовник, чтобы какие-то возникающие вопросы с ним разрешать, вот здесь есть, я просто еще так понимаю, прости, что это связано Кирису, то есть, это связано с дыханием еще, с практикой, ну, я хотел спросить, старец Паэси ничего не говорит, о дыхании, ну, вообще скажем, да, Иосиф Сихастов говорит, да, это, ну, это вообще афонская история. А нет, у старца Паэси, прошу прощения, да, есть высказывание, что, да, что до того, как он уехал на Синай, до того, как у него возникли проблемы с легкими, он был в состоянии произносить молитву на одном дыхании, а потом, когда у него, у него проблемы с Сирией были с легкими и серьезными, по-моему, половину одного легкого ампутировали, и вот после этого, он уже, вот, дышал при, при пронесении монеты Иисусова иначе. Но, вот, старец Паэси нигде на этом не акцентирует, вот, на том, как надо дышать, то есть, может быть, какие-то были его наставления отдельным монахом с лицом к лицу, но, вот, в том, что касается изданного наследия по-моему, по-моему, того, что касается его молитвы, есть совершенно замечательное его выражение, про то, что, лучше пусть меня ударит по голове обухом, чем ворвутся в мою кель во время моей молитвы. То есть, его молитвы, он тщательно оберегал, и он был в своей молитве достаточно в своем молитве иногда достаточно импульсивен, то есть, он в какие-то моменты говорит о том, что, да, внутренне у него есть потребность подойти к иконе, ее обнять, поцеловать, прижать к себе, в какие-то моменты, да, он воздевает руки, в какие-то моменты он упадает ниц, в какие-то моменты есть свидетельство о том, что, какие-то, иногда он мог сказать о том, что, вот, канон Богородицы мы сейчас будем не читать, будем не петь, ну, ты вот встань там, а канон Богородицы буду кричать. Вот, и он выкрикивал эти терпории молебного канона многими свежими напастями, вот, он его, вот, с глубины души выкрикивал. Вот, и он чувствовал вот такую большую степень свободы в своей молитве, вот, выражая ее, вот, теми способами, которые у него были, и при этом, вот, отчасти, да, было, с этим связано его стремление к уединению, чтобы никто, чтобы чувствовать себя в определенной безопасности, что никто не услышит, и что никто не ворвется к нему в келье во время его молитвы. вот, вот, и, насколько я представляю, с этим также связано то, что вот, в, там, в древних монастырях кельи строились, да, вот, в катериках можно увидеть, про то, что кельи строились, либо на расстоянии броска камня, либо на расстоянии полета стрелы, да, это не означает, что монахи друг другу бросались камнями, или стрелы, но одно, по-видимому, поставить с расстоянием, на котором уже ничего не слышно, а другое, на котором уже ничего не видно. То есть, здесь вот такие, такое ощущение своей, возможности обнажить, фактически обнажить свою душу перед Богом, вот, быть абсолютно, не зависеть от какого-то внешнего наблюдателя. Можно тоже, ну, как бы вопрос по поводу видения, да, то есть, ну, в контексте, опять же, практики Малько-Иисусовой, да, работа в Боге, поэтому, наверное, есть профессиональная информация, в этом смысле. А, прошу прощения, тоже я про него расскажу, можно? Он защитил диссертацию, там, во Франции Малько-Иисусовой Малько-Иисусовой. Внутри, в Москве, ну, я просто, вообще не видел, правда. И тему, как он, Вячеслав, исчерпал. Ну да, вот, что касается монетарного света, есть ли у него какие-то, ну, откровения, что он видел его? есть у него, да, вот, в шестом томе, молитве, там есть ряд случаев, которые, вот, если это вообще шестой том читать, там, как раз, сестры, в предисловии это, очень аккуратно обрисовывают, говорят, что если читать этот том, вот, просто так, то, может показаться, что старец, в какой-то момент, начинает, вот, какими-то этими небесными видениями, хвастаться, и прочее. Однако, все эти рассказы, мы вытаскивали из него, как клещами, старец, вот, не хотел ими делиться, и он понимал, что вот, когда он ими делится, с одной стороны, мы получаем пользу, с другой стороны, вот, он чего-то лишается, и поэтому старец крайне неохотно рассказывал о таких видениях. Вот, есть, средства различных паломников, да, вот, то, что я привел, когда вот, заходили к нему в келью, вот, уже, когда он лежал у нас на, бандре болезни, и, видели, старца вот, сияющим, другое, когда вот, кто-то, ворвавшись к нему в келью, в Кунагоду, видел старца в некой, тоже, окруженным неким сиянием, старца у самого есть повествование про то, как вот, он во время молитвы был объят неким таким божественным светом, и он не помнил ни времени, то есть, не было уже никаких ни слов, ни мыслей, вот, такое, молитвы, без, без, без словесного выражения, и, выйдя потом из своей кельи на улицу, он удивился, что кругом все сумрачно, печально, и сны, и у самого у него вот, когда, вот, после того, когда его оставило это посещение нетварным светом, у него было ощущение, что вот он, некая скотина, которая вот, опустившись до какого-то жалкого состояния, которое вынуждено там, что-то есть, вот, куда-то ходить, а, и вот он, когда, как только, когда вышел на улицу, увидел, мимо идущего какого-то монаха, и спросил, брат, скажи, а солнце-то когда встанет? что-то, посмотрел на него, как на сумасшедший, пошел дальше, и старец понял, что вот, вот, сероватый кружочек на небе, который стоит посередине, это полуденное солнце безоблачной Греции. Вот, и другой случай был, когда он откуда-то возвращался в свою келью, был уже поздний вечер, бил дождь, и он подскользнулся, и покатился по какому-то склону, там, испачкался в грязи, там, зацепился за какую-то ветку, был непонятно, потерял ботинки, и было непонятно, как ему вообще, в какую сторону идти, как ему возвращаться, и он решил, ну, господи, ну, так-так-так, здесь я сейчас прочитаю по памяти, по вечерям, да, ну, когда рассветет, тогда, поберегу в свою келью, начал читать по вечерям, и вдруг, как некий луч света, озарил его, озарил окружающую местность, нашел свои ботинки, и сладо долго вернулся в свою келью, и когда вернулся в свою келью, свет исчез. Вот, такие есть повествования, да, о, таком, явном, да, видении, вот, высоких состояниях у старца поэсси, наверняка он много чем не делился, какие-то моменты остались у него, в его, в его, в цикровенной шкатолочке сердца, но вот это, тоже, это, отчасти связано, да, с тем, что какие-то моменты, да, могут нам принести пользу, какие-то моменты, вот, старец мог посчитать, что они не принесут нам пользу, как стиль Феофан, вот, высокие, какие-то, созерцательные моменты, из добротолюбия, оставлял, не переводя их на русский язык, ну, и не самой высотки, так сказать, технику психосоматическую, тоже, вот, теориты, которые, которые он посчитал, 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 недожными, тут надо понимать его цель, нет, я понимаю, как бы, не потому что, да, и цель это была, то есть, это была, не обязательно, чтобы это был узкомонашеский сборник, да, ну, если мы говорим про, святитель Феофана, то, Владыч, в контексте эпохи понимает, что, мы можем, сколько угодно, фантазировать себе о, там, каком-то, необычайном, состоянии духа, тогда же, в книге революционной, да, мы понимаем, что это состояние, привело, конечно, к 17-му году, в силу, последующим преступлениям. И вот, у нас одна сотрудница, во времена она защищала диссертанцию, писала диссертанцию по истории, ну, по истории, ну, семейной жизни, дворянцев, первой половины 19-го века, и вот, ну, архивы, ну, нормалистическая диссертанция, защитивающаяся, издала, издала, я там, монографировала, там, говорится о том, что, скажем, какие-нибудь связи с крепостными, девками, они были нормой, это была нормативная история совершенно, не какое-то исключение из правил, а это было, ну, вот, все так делали. И, говорить, в том обществе, которое вот так вот живет, о каких-то высоких состояниях, вы простите, смысл, какой вообще переводить просто, там, нет людей, которые смыслами прочитать, просто нет, перевод ради перевода, как сейчас мы делаем зачастую, ну, вот, научная задача такая, перевести, ну, перевели, да, а, как это использовать, никто понять не может, потому что, до этого еще дойти надо, хотя бы, начав, с соблюдения, десятизападей, элементарной системы, а потом уже, дальше как-то идти. Да, но все-таки, Владык, позвольте мне, чуть-чуть подкорректировать, да, понятное дело, что, читателей, да, вполне возможно, что было мало, но все равно, не стоит силу без праведника, безусловно, безусловно, но он свидетель, феофан, он ориентировался на широкую публику, как раз, знаете, дворян, помещиков всяких, вот, которые пребывали в состоянии развращенного. Он знал это, ему, они не читали славянский, не читали «Добродолюбие» в переводе поисе величковского, они далеки были от этого всего. Мы не знаем славян, но единственный пример может быть, да, люди вроде или Игнатия Бенчанинова или там, Абдулсу Аптицкого, которые как-то там прославлялись. Это, ну, на них, именно на них было ориентировано это вот, святитель Феофана. Это исключение, они не меняют никакого вообще правила. Чтоб на русском мы познакомились с какими-то основами вообще христианской аскетики, непонятной языки. Расскажите, пожалуйста, про его учеников и, может быть, какие-то происходили интересные случаи общения со старцами. Ну, старца, в общем-то, прям таких прямых учеников, наверное, ну, то есть, хотя, много есть людей, которые нынче учениками преподобного поэзии становятся. Да, ну, в общем, прям прямых ни о каких-то прямых наследниках его традиции никаких на нем нет, потому что, ну, опять-таки, на Афоне, ну, там можно говорить о его ученицах, это вот обитель Сурати, который был осознан его трудами, но вот на Афоне, да, есть такая традиция, что есть постоянная школа вот именно ученичества, когда молодой монах живет вместе с пожилым, ну, какая-то, может быть, не обязательно даже, может быть, и противоположная там, разница в возрасте, да, старый отдает себе послушание молодому, и вот как там, со старцем восемь, у нас это было, вот когда отец Арсений стал послушником своего чуть более молодого собрата, и вот вот такое совместная жизнь, разделение совместных трудов, совместная молитва, она является той школой, в которой происходит такая передача традиции от старца к ученицу, и вот даже есть такое выражение, что вот такой-то упокоился у старца, и получил в дар его молитву, что можно понимать по-разному, что вот и старец молится о своем ученике, да, и что вот происходит, что так как молился старец, начинает молиться теперь его ученик, который становится, сам становится старцем на этой келье, или же про то, что вот такой особый дар молитвы переходит от старца к ученику, но старец поисей, в общем-то, практически всегда жил, ну то есть, либо в каком-то большом монастыре, либо жил в единении, и поэтому вот такого отношения, как старец и ученик, у него вот такой передачи не было, однако многие монахи приходили к нему, получали у него духовное утешение, и они говорили, что иногда было непонятно, что вот о каких-то вроде говоришь вещах серьезных, своих серьезных проблемах, старец их слушает, как бы, ну так, не особо не реагирует, а в какой-то момент ты упоминаешь какую-то мелочь, старец становится вот крайне строг, требователен, повышает голос, и сам старец тогда это объяснял тем, что вот понимаете, иногда вы приходите к врачу и говорите, ну вот у меня там болит коленка, я ее там вчера там спотнулся уши, а еще вот у меня тут есть какой-то прыщ, и врач не смотрит на вашу коленку, ну, ударил там, через неделю там все пройдет, а какой-то прыщ, его весьма сильно интересует, и он видит в нем какие-то первые проявления, существенно более опасной болезни, и начинает вот тебя по этому поводу сильно распекать, и говоришь, давай там сделай то-то и то. Старец Поэси был иногда весьма строг к своим ученикам, и и какие-то случаи, ну, есть какие-то случаи со старцем Поэсием тоже чудесно, замечательные, то, что касается его взаимоотношений со зверями, со зверями, вот, как-то пришел к старцу Поэси один неверующий в Бога, и долго беседовали, и старец Поэси говорит, ну, ладно, я немножко устал. Ящерок бегает, они все умнее тебя. Так, ты, иди сюда. Ящерка прибегает, становится рядом с старцем Поэсием на задней валке. Слушай, скажи, Бог есть? Георгий, ну, спасибо, иди. Вот. Понятно, что такого, скорее всего, дрессировки не добьется. Какие-то посетители пугались того, что к старцу приползали змеи. Ставится такое милостивое сердце, в засуху он их поил, этих змей, как-то с ними общался, тоже ему говорил, что, а, видев, что посетители пугаются, я говорю, ну, пойди отдохнем, потом с тобой пообщаемся, но не пугаем их посетителей. В какой-то момент были, приходили к нему посетители, и он их усаживал, и какой-то певчий дрозд, какая-то другая певчая птица вот начинала очень громко кричать из ближайшего дерева, помешая старцу в каких-то важных духовных моментах разговаривать. И старец брал там кусочек лукумы, он говорил, что иди сюда, возьми лукуму, и не мешай нам беседовать. Улетал бы этот дрозд, брал кусочек лукумы из рук старца и улетал. Вот понятно, что здесь не может не возникнуть каких-то ассоциаций с житием преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафина Саровского, вот такие взаимоотношения. А, у него были еще очень нежные взаимоотношения с одной птичкой, которую он считал очень любочестной и приводил в пример своим паломникам. Он говорил, что вот этот Зарянка, который к нему прилетал, вот она сначала прилетала к старцу, с ним общалась, ему пела, а уже только потом, когда потом начинал клевать те зернышки, которые старец ей предлагал, то есть ей было важнее показать, что старец для нее важнее, чем те зернышки, которые он предлагает. И когда он жил в Синайской пустыне, он подкармливал тех птичек, которые к нему прилетали, там собирались ежики, мышки, и он специально еще добавок начинал на разных камнях раскладывать свое скудное угощение отдельно до аптечек, отдельно до мышек, чтобы они друг дружку не спугивали. Вот это тоже касается зверей, но на самом деле различных воспоминаний о том, как старец Паиси кому помог в Греции набралось много книжек, и потому что фактически наверное чуть ли не половины Греции со старцем знакомы, по крайней мере через одну руку пожать. Вот и ставить огромное количество людей там помогал и письмами и вот своими и личным общением какие-то есть чудесные истории про то, как вот юноша один сын, которого не складывается отношений с его возлюбленной в переизбытке чувств сел на свой мопед и разогнался в максимальной скорости собирался влететь навстречу идущий грузовик и вот когда он уже собирался это сделать, перед ним возник образ старца Паисия, а сам оказался спокойно лежащим на обочине без единой царапины и потом он уже нашел этого старца и выразил ему свою огромную благодарность за такое чудесное и избавление и выразумение он смог в свою жизнь правильным образом настроить какие-то моменты тоже важные для случая мне кажется очень важным когда старец жил в монастыре он это можно попробовать себе это представить селение которое находится недалеко от входа в ущелье длинные длинные ущелья под нём бежит бурный поток и внутри этого ущелья стоит скала а на скале наверху стоит маленький монастырь монастырь был заброшенным он сожжен немцами и старец поисий во время своей военной службы он в какой-то момент дал Богородице обет что он потратил несколько лет на это монастыря и уже когда он был на Афоне вот представь Богородица ему явилась и сказала указала что пора настало время исполнить обещание старец поисий восстанавливает монастырь и там туда собирался приходилось селение много людей на церковные праздники устраивали там накрывали мобильные столы и вот какие-то знакомые старцы поисия помогали ему чтобы приготовить накрыть потом убрать и вот одна такая девушка там убирала мыла за себе долгую посуду уже уставший просто ничего нет чтобы он мог предложить ей в подарок и пока она домывала он пошел в церковь и стал молиться что господи устроя ее судьбу самым правильным хорошим образом она благочестивая но почему-то долго ей не удается выйти замуж как почему ты о ней позаботься и эта барышня закончив посуду спустившись из монастыря встречает человека который говорит что я давно на тебя смотрю не решался к тебе подойти пусть моя жена и ну то что старец поиси имеет дерзновление помогать самых разных случаях к сожалению студенты московской академии не старца поиси потому что там есть академия девушек которые может быть кто-то из них еще старца поиси я что там за укор не я просто не если она еще какая молодая девушка по студентам все не будет я хотела спросить а вам приходилось в жизни встречаться с его поддержкой если такое можно говорить надо соглашаться с конкретным примером да но слишком скромен так хорошо ну во-первых для нас было весьма удивительно то что нам было издавать труды старца поиси да вот в какой-то момент стремились это хотели сделать но потом опустили руки и сказали ну будь как будет и в итоге у нас так так или иначе сложилось то что мы издаем надеюсь что продолжим издавать труды старца поиси и для меня это огромное удовольствие и было и есть вот с его труда соприкасаться потому что это все весьма вдохновляюще моей монашеской жизни удивительно было то как сложилась поездка вот в те места где сам столиц рос в конницу потому что это были в Греции и был там целый ряд запланированных разных дел и было такое очень смутное желание почти не было никакой уверенности что удастся в этих среди всех этих дел выкрыть время поехать в совсем другой конец Греции и там посмотреть как жил старец поиси посмотреть и место где он был все неожиданно аккуратно и нежно сложилось и вот но при этом получил я некий позатыльник от старца поисия потому что когда мы делали когда мы готовили это житие в конце есть карты и нам сестры говорили ну там внимательно мыть и карты потому что старец поисий очень трепетно относился к проблеме того что македония которая 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 которую мы называем македон греки не могут терпеть название македонии считают что македония есть часть греции и имя македонского для них значимо и они слово македония на карте не смогли терпеть но я в какой-то момент это дело махнул рукой в тот момент когда мы вошли в дом где я жил старец поисий и стали смотрели вот те вещи которые он делал своими руками продаются телефонные звонок звонят сестры сурати начинают резко еще такими жесткими словами отчитывать меня за то что мы поставили слово македония на карте в этом издании там стоит аббревиатура бурм которые в общем то по сути значит то же самое бывшая югославская республика македония но по крайней мере она не вызывает такой жесткой реакции старец поисий над тем переживал и получил его такой внимание старца поисия мы не богатерствуем вопрос такой а есть ли в житии преподобного поисия такие места события из его жизни которые он лично сам считал своими падениями более значимыми в прицательном смысле но вот есть по крайней мере один такой эпизод который я помню это опять таки в коннице в мастере стомиан приходила туда иногда одна девушка про которую ему старцу рассказывает что она отнюдь не благочестивое поведение когда она то есть это здесь она в церкви такая вся благообразная а вот когда она спускается она там со всеми офицерами гуляет и в какой-то момент старец поддался на все эти рассказы и пришедшую эту девушку в монастырь он выгнал со словами иди отсюда весь монастырь тобой провонят вот делать тебе тут нечем ну понятное дело что она в связах ушла а старик ну в смысле монах поиси почувствовал такую сильную плотскую брань которую не чувствовал никогда до этого и он не знал куда себя деть и вот и просто вот в таком пытались как-то хоть что-то сделать вышел за монастырь пошел в гору думая что пусть лучше меня съедят медведи чем я пойду поиск грешу причем ну старец шел 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 устал не молитва не шла то есть все в голову все это ворвалось на клочья и старец пытаясь в том числе физической боли противостоять этому искушению взял маленький топорь который у него висел на поясе и удавился до погони вот и потекла кровь но несмотря даже на эту боль искушение не проходило и старец начал откручивать события произошедшие за этот день пытаться понять почему и понял что собственно да вот не только в мыслях да вот он и резкими словами осудил эту женщину и вот пал перед Богом со связами покаяния тут же все как и вот старец отсюда понимал что вот постарался себя взять за такое жесткое правило да никого не осуждать тем более да он не был свидетелем вот такое такое искушение которое он подвергся за нарушение определенного духовного закона и тот случай который написывает но скорее всего вот там какие-то тоже может какие-то его духовный опыт заключается там какие-то другие случаи по крайней мере близок к определенным падениям и вот эта близость дала ему в том числе возможность лучше понимать людей которые к нему приходили искушаем помощь вот спасибо спасибо гости зубку репутской большой такой вопрос большинство людей современных со словом старец все-таки могут думать о каких-то пророчествах и вот на поиски есть ли место в каких-то письмах записках пророчествах или все-таки ну во-первых в Греции слово старец имеет чуть-чуть другой оттенок старцем называются не обязательно там духоносный монах который обладает какими-то особыми дарованиями старцем там в том числе называется старший в маленькой монашеской общине которому остальные оказывают послушание вот то есть старец это определенное положение в отношениях как учитель ученик старец и ученик и в каком-то смысле в семье старцем является отец и поэтому взаимоотношения то есть слово старец имеет не столь пафосно не такое огромное вызывает петия есть у преподобного поэсия какие-то и пророчества но вот не знаю вот из того как относятся и в обитие сурати к этим всем вопросам из того как составлено его наследие этому вот уделяется весьма незначительное внимание потому что да всякое всякое пророчество оно нуждается и в своем мудром истолкователе и здесь ну и да если вспомнить просто из библейской истории да библейской истории кто такие пророки да пророки это те люди которые по основному внушению Божию возвещают волю Божию да это совершенно не обязательно предсказатель и поэтому пророки могут пророчествовать о настоящее прошлое изъяснить прошлое да давать понимание тому что происходило в прошлом и показывать как действовать сейчас да в этом смысле старец поэсси конечно зачастую пророчествовал да и и людям показывал что хочет от нее Бог и научал как понимать что хочет от нее Бог научал в первую очередь начиная с того что что просто следовал начинал следовать указаниям своей совести да и дальше становилось большее понятие какие то вопросы того что касается геополитических пророчеств вот я бы на эту тему просто умолк потому что эта тема для меня то есть это вопрос для меня очень болезненный и я не знаю что на него отвечать мне эта тема не близка отец ну скажем так издательский совет русской православной церкви никогда не даст издать эти его предсказания скажем так вы можете быть спокоен вы их никогда не видите они существуют даже переведенные на русский язык и были неоднократны попытки их издать не со стороны издательства афоков скажем другого издательства которое не имеет права издавать вообще что-либо из наследия и подобного поисия но так как они имеют ярко выраженный как это я сказала геополитический характер вот то они наблюдают комментарии разъяснения и могут быть восприятными правилами а если люди к нам приходят уже начитавшись вот этого что им говорить что это все экономически читаете Даниловский монастырь скажите Антонио себе внимай это очень правильный ответ да лучше бы все пророки да и Иоанн так павел это очень с таком воображением болезни надо понимать что это как-то касает эту тягу людей к тому чтобы заглянуть туда куда заглянуть не следует оно оно по-разному тягу надо пресекать жестко пресекать есть те проблемы те вызовы с которыми мы сталкиваемся ежедневно эти вызовы касаются в первую очередь нарастной плоскости каждого человека каждый сам по себе мы сталкиваемся с этим и как поступать к вольной ситуации нам вот сейчас преподобный Паисий дает ответы на эти вопросы как другие святые дают ответы в этом смысле они разъясняют волю Божию о каждом человеке и для христиан вообще говоря должно быть интересно это если христианину интересно что-то другое то это вопрос вообще христианства ему потому что сам Христос Спаситель призывал как-то не интересоваться вопросами не ваше дело знать в первые сроки я же отец положил на своей власти вы примите силу нашедшую святому духу и будьте мне свидетельны по всей земле начальше от Иерусалима как мы читаем каждую пасху и это то что должно интересовать христиану чтобы принять силу быть свидетельны а не рассуждать о том что там будет точно что будет потому что тут ведь еще важный момент этот самый эффект права ионы пойди скажи что это все будут убиты пошел сказал те покаялись правы господь отнимил свои суды что с Иолой стал он такой присел уже смотреть как с собой происходить не лопух засох да скорбишь шутку скрыл понимать что ветхозаветная история было ясное пророчество богом сказанное все признают что Невия будет уничтожена пойди скажи пошел сказал покаялись а может быть то что было предначертанное уже двадцать раз отменилось из-за покаяния людей или наоборот из-за нечестия других людей поэтому геополитика такая очень что можно даже сказать что если человек если старец поэзии это говорит конкретному человеку то может быть этому человеку нужно было это слышать для своего личного покаяния а не для географии ну действительно потому что мы понимаем один человек это очень ярко прослеживается на примере сегодняшнего скажем так христианского настроения в Соединенных Штатах один человек может менять целый континент по сути дела я говорю о Ефреме филофейском до этого наш святитель Тихона это было тогда невидимо нам сложно судить что было до святителя Тихона сейчас а труды старца Ефрема они вот сейчас один человек поехал в страну и он по сути дела я не знаю можно даже такое слово сказать он там совершил революцию вот эту православную революцию ну я не знаю можно так сказать или слишком громко но те тысячи людей которые пришли благодаря его труда в православную церковь они меняют общество если какие-то там пророчества предсказания скажем о грустной судьбе Соединенных Штатов со временем да надо понимать что они сегодня могут как бы не работать потому что люди под воздействием одного человека который переправился туда или там ведет свою работу под смену полюбить этих несчастных нет 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 я к тому что вполне может быть эффект иона то есть покаяние если мы говорим про нам же интересно как россии будет великое а все остальные сдохнут там же это но тут понимаете все может измениться всем привет еще раз пророк ион улыбнул скотровы еще второй вопрос поисел старцев встречается один я вспомнил момент когда один атеистов приходит к нему сказывает что-то и в конце говорит что он выгоняет есть еще какие-то моменты что не переносил так скажем и заканчивал разговор или есть ли моменты которые он более всего отвечал был ли национальным человеком в общем сколько национальным сколько то что он не мог как бы он очень жестко относился к празднованию вопрительства это это не сюда это вопрос по мне вопрос нет каждый задает себе вопрос по сегодняшним вопросом не я господи старец когда какие-то люди приходили и просто для того чтобы на него посмотреть у которых не было никакого внутреннего запроса я себя нехорошо чувствую много дел аккуратных выпроваживал иногда он делал выходки типа того что зная что придут праздные посетители он на своей калитке вешал табличку сапарк закрыт обезьяны нет дома вот и он то что то что я рассказывал касающиеся больших малых болячек он был весьма эмоциональным человеком и то как это выражалось его молитвы тоже можно понять что он был весьма эмоциональным человеком и в каких-то случаях он был ну то есть шутка на грани шутки да когда пришли из нескольких случаев пришли молодые ребята тоже такие не церковные любопытствующие и ну то есть мы говорим Герой мы хотим видеть от тебя чудо говорит отлично сейчас сейчас я вернусь возвращается с ножом говорит давайте вот вы так сядьте чуть подальше я вам отрежу головы а потом приставлю обратно и воскрешу вас только вы сядьте подальше чтобы я случайно не перепутал ну да ребята страхи какие-то действительно напугались или то есть какой-то парень тоже примерно такой же был случай когда старец ушел вернуться не с ножом а с топором говорит давайте я сейчас отрублю голову взял его за волосы и там положил уже на это на пенечек из которых собственно были эти составы вместо струни там были пеньки во дворе расставлены да ну старец тоже испугался стал еще сумасшедше вот такой ну такая шоковая терапия да отчасти для людей он поступал так иногда вот он какие-то свои благодеяния скрывал тоже за такой формой шутки и какой-то не знаю отчасти дерзости да то есть пришел к нему человек который жаловался на бой в ягодице давай еще раз пенка тебе дам тут поворачивался старец по себе того пенка после этого Бог проходил да не означает что каждый должен поменять свои пастырские практики такие приемы но вот старец ну вот интересно ну это конечно да старец говорил ну старец говорил какие-то вот случаи такие резкие то есть резкого поведения бывали у старца и он не допускал не допускал никакой нежности да то есть какие-то там по-братски мог там схватить за плечо да какая-то как-то все было контактно держался определенной дистанции то есть ну что же я думаю мне просто интересно а вот у них высказывалась о позиции онкологии то что вот он когда болел он говорил вопрос если боже мой почему эта болезнь сейчас так актуальна вот это вот если можно подробнее передачи слышала ну да одно из проочеств по-моему по-моему это старца Паисия про то что как раз касается рака да то что будет найдена болезнь что болезнь от рака что лекарство от рака а Господь от нас просто скрывает да что оно находится вот везде и повсюду просто мы его не замечаем ну старец да воспринимал эту болезнь как свою болезнь воспринимал как действительно мученчество за Христа и когда то есть в каких-то случаях называл общемущенческий тропарь обезболивающей таблеткой вот его пел когда было действительно больно и вот такая болезнь которая даёт возможность человеку переосмыслить свою жизнь и как-то подготовиться к переходу в вечность вот и и которая поражает людей без каких-то этих непонятных то есть по непонятным причинам да но детали наверное не смогу сказать почему старцы поисимы какие-то свои такие особые взаимоотношения с этой болезни он действительно об больных молился и он еще вот эта фраза которая касается его то есть он говорит что когда мы молимся о том что Господь даровал кому-то здравие Господь услышит наше молитвое умиляется но когда мы просим Бога что Господь возьми его болезнь отдай ее мне то Господь умиляется вдвойне и эти моменты вот для старца были актуальны всю его жизнь то есть и он ругал иногда людей за то что вот ему присылают письма с просьбой помолиться о том или ином войном да но не говорят ничего о том выздорове тот человек приставился то есть он не держит в курсе поэтому в своих поменях всех этих людей держит и вот не Господь не извещает ни Господь не людям не извещают о том в каком состоянии находятся находятся эти люди и ну да и всякую молитву да старец рекомендовал вот то чтобы действительно в ней ну возрастать в молитве то чтобы молясь о конкретных людях о их конкретных нуждах чтобы мы научались переходить к все больше и больше расширяя молясь об одном человеке который там проблемы с учебой да что мы начинали молиться всех людей у которых похожи проблемы у которых вообще проблемы с головой шаг за шагом расширяя эту молитву научались молиться обо всем человечестве да и здесь тоже вспоминается фраза Достоевского то что я готов любить абстрактное человечество да попробуйте меня заставить иметь конкретного дяди Вася вот я это не могу себе то есть я не могу его поделить и как раз старался чтобы мы научались молиться начиная шаг за шагом расширяя свою любовь и свою молитву от одного конкретного на все конкретное человечество вот и я предлагаю на этом остановиться как на время давать ему дальше керейно общаться со старцем поиски да дальше керейно общаться со старцем поиски я давно не колени ватсап на телевидении хочет проявить свою любовь к одному конкретному человеку и что еще стоит с нашей стороны спасибо отец еще преподнесет подарок какой-то от университета к сожалению это не готовы оказаться самый лучший подарок это наше внимание да хочется искренне поблагодарить отец Пантелейм за вас за такой с одной стороны тихий но с другой такой проникновенный рассказ поиски святогорца тоже хочу поделиться то что когда слушал ваше первое вступительное слово обзорное у меня по ходу возникали вопросы но тут же буквально через несколько секунд давался ответ конечно же я думаю поиски святогорец все таки так или иначе присутствует рассказ который тоже показывает определенный внутренний контакт с аудиторией поэтому тоже благодарю искренне вас за интересную встречу и возможность еще раз встретиться с поиски святогорцем и поиски и естественно до того что для нашей епархии это вообще наверное такое уникальное дело сегодня мы смогли познакомиться с издателем и с редактором трудов старца Паисия в России, с эмонахом Пантелеймоном. Это, конечно, удивительный человек, и не зря, наверное, свою лекцию, беседу он начал с молитвы, по такой же молитве, которую молился старец Паисия, то есть мы прочитали молитву Иисусову. И вся вообще беседа показывала, что этот человек очень-очень глубоко проникся не просто буквами, не просто какими-то данными или какой-то информацией, он, сам будучи монахом, глубоко проникся самим опытом жизни старца Паисия. И результатом этого стало то, что сейчас мы могли услышать фактически устами и романаха Патерима самого старца Паисия. Во-первых, мы смогли узнать очень подробно о самой жизни старца, а во-вторых, услышать какие-то очень удивительные моменты его поучения, его опыта. И все это имело действительно непосредственный отвлек и влияние на публику, на людей, которые собрались. Наверное, мало кто из нас мог заранее сказать, что мы ждем от этой встречи, но по мере того, как она продвигалась, мы сами становились соучастниками некого диагога, уже не с иеромонахом Патеримом, а со старцем Паисием. И вопросы сначала, появлявшиеся робко и как-то так осторожно, постепенно стали раскрываться, появляться. Люди поняли, что есть уникальная возможность, уникальная возможность беседы, общения и того общения, которое в Писании называется «От сердца к сердцу». Ну, в общем, переоценить этот опыт очень трудный. Мы глубоко благодарны и иеромонаху Патериму, и Данилову монастырю за предоставленную возможность. Мы благодарны нашему епископу Викану, Владыке Феоктисту, за то, что он организовал эту встречу и, более того, сам лично присутствовал. И мы могли беседовать не только с монахом Патеримом, но и Владыка Феоктист сам на какие-то вопросы отвечал. То есть, это была очень тёплая, мюзерная встреча. Есть некоторая статья, что мы помогли, скажем так, но они такие практические и не практические. Так пора к практике приходить? Ну, у меня практика по-другому, у меня больше в контексте психолога нужна получается, потому что надо образ жизни вести. Долго, поскольку мы долго уже работаем с трудами с преподавателя Паисия, святогорца, и получаем от этого особое наслаждение из того, что и с его житием работаем, и с изданием его слов, то хочется вот этим сокровищем поделиться с разными людьми и поведать, насколько это всё и актуально, насколько это глубоко, и при этом всё достаточно просто. И, конечно, аудитория весьма благодарная в Волгограде. И, может быть, отчасти тут проще рассказывать, потому что ощущается некая широта и простор неспешность по сравнению с Москвой, в которой все скучены и бегут по своему множеству дел. Поэтому здесь людям, может быть, проще сконцентрироваться на тех словах, которые рассказываются. Есть такое ощущение, что, надеюсь, что это будет действительно так, чтобы благодатная почва, на которой вот семена слов старца Паисия принесут свой урожай. Ну вот для ВУЗов традиционно, что есть какая-то доска почёта, на которой висят портреты людей или живущих, или относительно недавно в этих ВУЗах преподававших. И мне кажется, что можно в рамках этой традиции какие-то важные моменты вписать. Например, вот есть очень значимая фигура стекля Луки Симферопольского, который был одновременно и величайшей величиной в хирургии, который получил сталинскую премию за свою работу в очерке мной на хирургии. И при этом был епископом, служил как священнослужитель и совмещал эти два занятия, и преподавал, и занимался врачебной практикой, и занимался своими медицинскими исследованиями. И вот такой пример, понятно, для врачей он может быть очень важен, и о нём можно и нужно говорить, потому что он для них является авторитетом и как профессионалом, и должен быть для них авторитетом, и как человек, который добился этих профессиональных успехов благодаря именно своей духовной жизни, благодаря своей внутренней сосредоточенности и именно своей крепкой молитве и твердой вере. И думаю, что можно найти похожие примеры, которые можно было бы приводить и для студентов, которые занимаются другими профессиями. Но очень важно, чтобы об этом рассказывал человек, который сам это глубоко переживает и чувствует, потому что даже рассказ о святом, сделанный бездушно и без интереса, он вызовет лишь только отторжение, никому не вызовет желание подражать. И есть известная фраза про то, что Царству Небесному будет стремиться тот, кто увидел искорку этого Царства в глазах другого человека. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые об этом будут рассказывать, у них в глазах была именно эта искорка Царства Небесного. И, конечно, таких людей не очень легко найти и подобрать. Но я думаю, что даже, может быть, не стоит важно, о чем они будут рассказывать. Но такой выход, мне кажется, через профессиональную плоскость на тему святости возможен для очень многих специальностей. Апостол Павел пишет о той радости, о которой бывает для христиан, когда они могут соутешиться общей верой. И вопрос не только, чтобы кто-то кому-то что-то рассказал. Здесь есть, на этой лекции тоже у слушателей возникло ощущение, что здесь присутствует сам преподобный Паисис, так говорится. Поэтому и беседы о святых, о их жизни, о их учении, нам дают возможность прикоснуться к жизни и, фактически, прикоснуться к самим этим святым. И поэтому эти моменты, они, конечно, важны. И важно, чтобы в этом было такое общее участие, общее обсуждение. И сам старец Паисий очень любил собирать вокруг себя, когда он еще был ребенком, собирать вокруг себя сверстников и рассказывать им, и пересказывать им Евангелие, и рассказывать им о жизни святых. И вот поэтому, продолжая такую традицию старца Паисия, конечно, будет хорошо, если люди будут говорить, собираясь вместе, будут говорить именно о примерах для подражания, о примерах, которые будут их вдохновлять, которые будут давать им утешение, и которые будут давать им, в том числе, на самом деле, и физическое здоровье. Потому что режиссер, который занимался съемками фильма о старце Паисии, Александр Коприн, говорит о том, что, когда он работал над этим фильмом, он чувствовал, что какие-то внутренние зажимы, болячки, вот они уходят, и ему благодаря тому, что приходится работать с таким материалом осветом. Продолжение следует... Продолжение следует...